Есть один миф, который все больше и больше распространяется в наши дни, и он в конце концов стал антисемитским. Он гласит, что большинство современных евреев, особенно все ашкенатские евреи, не могут проследить свою родословную к Аврааму, Исааку и Якову, к детям Израиля. Скорее, они являются потомками Хазар, Хазарского царства, или Хазарии. Около тысячи лет назад они приняли иудаизм, то есть они изначально не евреи. У них нет кровной связи с народом Израиля. Они обратились в иудаизм. И теперь получается, что люди вроде меня, евреи-ашкеназы, что наши корни не в Израиле. Можно видеть, что суть этой лжи в том, что сегодняшние евреи на самом деле не евреи. Интересно, что в 31 главе Иеремии Бог дает определенные обетования в стихах 35 и 37, где он по сути говорит, что пока солнце, луна и звезды все еще существуют на небе, пока вы не сможете узнать основания Земли и исследовать Вселенную, пока все это так, говорит Бог, до тех пор потомки Израиля не прекратят быть народом перед Ним. Если вы можете это сделать, если небеса и земля перестанут существовать, тогда они перестанут быть народом предо мной. И Бог говорит, «Тогда я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали». Нет, сам Господь обещает, что Он сохранит этот народ. Что удивительно, так это то, что если мы посмотрим в прошлое исторически, похоже, что определенное количество хазар действительно обратились в иудаизм, и они слились с другими евреями. Это такое обращение, как в случае с обращением Руфи, оно всегда было приемлемым. Но это был маленький процент. Ашкеназские евреи могут проследить свои корни до небольшой группы семей, которые могут напрямую проследить свои корни до детей Израиля, которые были в изгнании и дошли до некоторых частей Европы, начали заключать смешанные браки. Другими словами, происходило присоединение других людей к еврейскому народу, как это было в случае с Руфи, Рааф и других на протяжении истории. Они заключали браки с евреями, и именно поэтому у нас есть эти отличия. Именно поэтому у нас есть евреи с самыми разными цветами кожи и этнической принадлежностью. Но в конечном итоге это можно проследить по ДНК, это можно проследить лингвистически, исторически, археологически и как угодно. Мы, как евреи-ашкеназы, можем сказать, что наши основные корни восходят к Аврааму, Исааку, Якову, детям Израиля в земле Израиля. Есть очень много других евреев, сефардские евреи, еминские евреи и другие, у которых попросту не может быть этой связи с хазарами, но их также дискредитируют. Это современный миф, и он распространяется так же, как возрастает и враждебность по отношению к Израилю и еврейскому народу. Является ли большая часть современных евреев потомками хазар, которые были язычниками, принявшими иудаизм? Абсолютно и категорически нет. Продолжение следует...